В этом зале звезды, мыши, голуби и собаки. Все это название асан или йога-пос. Коврик, полотно, удобная одежда и на полтора часа практики здесь становишься не то воздушным гимнастом, не только с кодером. О том, что такое аэро-йога, поговорили с преподавателем и владельцем клуба Санха Ксении Штауп. Ксюш, ну расскажи, как ты оказалась в этом виде спорта и вообще, спорт ли йога? Какой глубокий вопрос сразу сходу. Йога не спорт, йога это философия, это образ жизни. Ну, вообще сейчас йогу признали видом спорта и она входит в список того, что можно назвать спортом. Видов йоги великое множество. Есть фитнес-йога, есть аэро-йога или флай-йога, есть хатха-йога, второе наше направление. Ну, пауэр-йога, кундалини-йога, все что угодно. И, в принципе, вот спортом я бы не ограничила название. Йога, ну не спорт в чистом виде. В первую очередь, потому что йога исключает именно соревновательный момент. То есть, если мы что-то выполняем, мы не смотрим, как это выполняет соседка по коврику или по гамаку. Потому что у нее свое тело, у каждого человека свои индивидуальные какие-то особенности. Не ограничения, а именно особенности. Вплоть до анатомического строения у кого-то руки длиннее. Поэтому не спорт. Давай соединемся на терминал. Хорошо, решили, что не спорт. Как ты оказалась в этом не спорте? В не спорте. Это очень долгая история. Ну, вкратце. Так. Мама у меня работала, кстати, в библиотеке. Спасибо ей за доступ к литературе. В нашем доме, вот именно из той библиотеки, появилась небольшая книжечка формата, ну, чуть больше ладони. Издательство, если не ошибаюсь, физкультура и спорт. И там были какие-то рисунки схематичные, йоговские асаны. Я так посидела, почитала. Так, для спины галочку поставили. Почитала. Для спины галочку поставили. От сколиоза. Отлично, галочку поставили. И вот, вот, вообще не знаю ничего ни о технике выполнения, ни о дыхании. Просто как зарядка начала это делать. И ежедневно начала делать. Ну, со спиной, да, стало лучше. Потом, после университета, уже была беременна первым сыном старшим, снова проблемы со спиной. И тут я вспоминаю, что, да, у меня же был такой опыт, а уже на тот момент появился интернет, и в мирном появился интернет. Заказала какие-то диски, чего-то там для беременных. Сыну, кстати, вчера было 12 лет. Исполнилось. 12 лет. Занимаюсь йогой мирно. Ну, чуть больше, получается, во время беременности начала. И вот с тех дисков, собственно, начала заниматься сама. А потом он уже родился, и, ну, вот как-то втянулась уже, чтобы не бросать, в другое русло немножко ушла. То есть там была йога для беременных, там примерно вот такое положение тела, там подушки. Мантры, вот честно, не помню, были, не были. Ну, вообще физической нагрузки не было вообще. Вот. И после этого всего... Ну, спине почему-то было легче. И после этого всего уже сын родился, а спина не отпускает, его же на руках нужно носить, все время было. И тогда уже появилась хатха-йога в моей ежедневной практике. И потом в один какой-то момент моя хорошая знакомая очень... Я ей что-то показала, по-моему, бакасану или аждавакрасану. Ну, сейчас все напряглись все. Да, и что это такое? Что за слова? Это баланс на руках, звучит страшно, выглядит, ну, тоже так. Боже, как это делается? На самом деле баланс не очень сложный. За два месяца примерно, если ежедневно практиковать, любой человек сделает. Что-то я ей такое показала, она такая, ой, я тоже хочу. Научи меня. Говорю, как я тебя буду учить? Я не умею учить. Делать я делаю, а учить нет, вообще не мое. Буквально через неделю или в течение недели, если я не ошибаюсь, это был мирнинский рабочий, попадается объявление о том, что идет запись на сертифицирование именно йога-преподавателей и в Мирном. Это вообще... Ух ты! Да, это было ух ты, потому что, ну, где мирный и где йога-федерация вообще на тот момент находилась. И я отправилась вот туда, на эти курсы, отучилась, сертифицировалась и, ну, все, лучше сыщик с дипломом теперь. Вот. Кстати, вот та девушка так ко мне и не пришла, Света, это тебе. Ну, тебе спасибо. Ее миссия в твоей жизни была направить тебя на путь к подаванию. Волшебный пендель, да, это была Света. И кто-то из... Женя. Женя поехала в отпуск, там она, о, рядом с нами йога в гамаках, надо сходить посмотреть. Сходила, посмотрела, позанималась, приехала вся восторженная. Это здорово, это здорово, надо нам тоже такое в Мирном. Ну, мы так, ну, надо в Мирном, ну, и как ты себе это представляешь? А потом в отпуск поехала я и тоже на флай попала и вообще заболела просто этим направлением. Первые три занятия вообще выходила полная чепуха, это была не йога, это фитнес был, потому что расслабиться вообще не получалось никак. Так, висишь вот это вот, одна нога где-то там, другая где-то там, вообще как это все в кучу собрать? Как выключить мозг, чтобы у него не было вот этой паники от перевернутого положения? И вообще этот гамак еще зачем он нужен? Болтается, мешается. Вот, ну, вот примерно занятие с четвертого уже начало получаться расслабляться. И уже, да, началась йога. После шестого занятия уже было привыкание. И все, теперь уже сертификат есть, мы занимаемся. Ну, как ты считаешь, насколько это вообще направление популярно? Понятно, что сейчас... Популярное направление. Выпускается огромное количество журналов, уже много-много литературы всякой разной. И уже вообще появляются, наоборот, не то, что поклонники, те, кто говорит о пользе йоги, а появляются те люди, которые, наоборот, выступают против, потому что слишком большое количество йога-тренеров, которые позиционируют себя как профессионалы. Да, и большое количество, ну, тут даже дело не в тренере, а именно в переизбытке информации. Это нужно просто сходить к нему на занятия и вообще посмотреть, есть ли контакт с человеком. Потому что, ну, я как тренер тоже не всем подхожу, и это нормально. Ну, это на таком, так скажем, человеческом уровне, более-менее на эмоциях. А все-таки мы говорим сейчас о профессионализме. Донесение информации. Кто-то больше визуал, кто-то больше аудиал, кто-то не приемлет, чтобы к нему я подходила, и правила, те же асаны. Ну, для кого-то чисто психологически вообще вот человек прям съеживается, поэтому не ко всем я подхожу. Для кого-то я говорю чрезмерно много. Вообще, один из показателей, мне кажется, не то, что непригодности нет, а уровня образования тренера, в первую очередь, сертификат. То есть, если это сертификат какой-нибудь там, ну, не знаю, двухдневные курсы, ну, в принципе, наверное, это имеет право на существование, если у человека уже есть какая-то база, да. Вот если есть уже там пройдено годовое какое-нибудь обучение в каком-то направлении йоги, и потом, если нужно переквалифицироваться, или не то, чтобы переквалифицироваться, а добрать какой-то запас знаний для другого направления йоги, там, ну, предположим, хатха-йога и пауэр-йога, они близки, и, да, два дня лекций и практики на тему пауэр-йоги в данном случае вполне приемлемы. У нас сегодня есть возможности посмотреть, что такое прям, прям посмотреть. Поучаствовать. Поучаствовать, да, что же такое аэро- или флай-йога. Аэро-йога, флай-йога, ее еще называют йога в гамаках. И флай-йога, она еще бывает на полотнах, бывает еще в обручах, и бывает еще на трапециях. У нас в гамаках, гамаки, кстати, по способу крепления, они тоже различаются. Вот у нас гамак висит, две стропы и к ним гамак. А бывает еще, что он петлей, получается, к одному карабину, тогда у них там больше всяких вот таких вот вращательных моментов. У нас так не закрутится, не закружится. Но кому может быть показана йога или наоборот, есть ли какие-то противопоказания? Да, именно аэро-йога или йога в гамаках, которые здесь сейчас. Йога в гамаках категорически противопоказана беременным, потому что у нас проходит полотно по нижней части живота, ну и, соответственно, напрямую там угроза плоду, угроза беременности. Ну, хотя, хотя в каждой йоге возможны свои варианты, да? Если не ложиться животом на гамак, а выполнять мягко какие-то асаны именно по растяжению, по вытяжению, то вполне может быть. Почему нет? Но, в принципе, вот я бы беременную девушку в группу не взяла категорически. Опасно. При повышенном давлении, потому что из-за перевернутых поз давление, кровь приливает к голове, и давление еще более увеличится. При повышенном внутриглазном давлении также нет. Но если не делать перевернутые, а делать какие-то другие, просто ты можешь прийти и сказать, у меня повышенное давление, и просто тогда тренер может тебе говорить, что... Да, без перевернутых, пожалуйста, все можно, перевернутые не делаем. Еще, 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 если есть... Ну вот, там такое сомнительное противопоказание, одно из противопоказаний — это лишний вес. Лишний вес, ну, тоже... Лишний вес бывает разный. Если человек умеет работать со своим телом, то и при весе, там, 80-90 килограммов он может заниматься... Гамак выдержит в любом случае. Каждый анкер выдерживает более 100 килограммов. По-моему, 120 килограммов на каждый анкер, то есть весь гамак 240. Если человек может работать со своим телом, то да. Если в человеке 40 килограммов, но эти 40 килограммов просто разваливаются вообще на ходу из-за отсутствия какой-либо физической нагрузки, то начинать нужно очень осторожно и ни в коем случае не с перевернутых поз. Дело не в массе, дело вот в мозгах. Какие ты, может быть, дашь рекомендации тем, кто хочет прийти, но не решается, или, может быть, ему кажется, что он не сможет, или наоборот? Ну, то есть такая минутка рекламы для тебя сейчас, и для этого направления йоги. Приходить и пробовать вообще можно всем. Ну, правда, пробовать можно всем. Возрастные ограничения? Возрастных нет. Нужно просто прийти и попробовать. Флай-йога не обязательно подойдет каждому. Хатха-йога не обязательно подойдет каждому. Кому-то кундалини идет, кому-то аштанга идет, кому-то пауэр-йога идет. Вот, их много. Там, нидра-йога, там, йога-сна. Нидра-йога. Йога-сна звучит прям очень здорово и заманчиво, но все-таки у нас есть сегодня возможность попробовать йогу на гамаках. Если у вас дома есть гамак, и вы не знаете, что с ним делать, то первое — это вытяжение. Идем в наклон. И просто вытягиваемся. Стараемся увести плечи ниже ладоней. Грудную клетку тоже уводим вниз. И дальше просто, даже вот в этом положении, если вы начнете менять угол... Руки собираем, разводим шире коврика, потом уже, 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 уже. Уже соединяем ладони. Это все делается не так быстро, как я сейчас показала, а на выдохах. Один выдох, по сантиметру убрали другой выдох. С балансами тоже интересно в гамаках работать. То есть один из самых базовых — это мы подходим, отстраиваем стопы, выравниваем кости таза, выравниваем плечи. Вес переносим в одну ногу, другую поднимаем, укладываем. Стоим, уже баланс, отрываем ногу, баланс, сгибаем ногу, уходим вперед тазом, руки отпускаем от гамака, баланс, отрываем заднюю пятку, баланс, в сторону разворачиваемся, все то же самое, идем в полотно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok